Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопросы, связанные с подготовкой универсиады 2019 года, которая состоится здесь, в Красноярске. Для России она станет второй по счёту и первой зимней универсиадой, и, конечно, значимым событием не только для спортивной жизни сибирского региона, но и всей страны. Мы уже знаем, насколько мощным стимулом инфраструктурного, инвестиционного развития территории является проведение спортивных соревнований такого уровня. В нашем активе наследие Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани, которые, безусловно, преобразили эти города, позволили масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную, социальную городскую инфраструктуру. И, что немаловажно, все вложенные государственные средства, всё, что было сделано, приносят отдачу. Много было сомнений по поводу того, как мы будем использовать, скажем, то, что создали в Сочи, меньше в Казани, но всё активно работает так, как, может быть, не работает в других мировых центрах по проведению подобных мероприятий. Всё загружено, всё функционирует. И транспорт работает, исправная инфраструктура вся, транспортные связи, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, электроснабжение. Всё функционирует, всё работает на благо людей сегодня, надеюсь, и завтра, и послезавтра. Заслуживает нового облика, новых ресурсов развития, конечно, и Красноярск, самый восточный город-миллионник нашей страны и крупнейший экономический центр Сибири. Право стать большой спортивной ареной он уже доказал успешным проведением крупных соревнований международного уровня. И, откровенно говоря, вот мы сегодня уже так бегло ещё раз посмотрели на то, что и где должно быть построено. Мне очень понравилось размещение объектов. Всё, что называется, практически в так называемой шаговой доступности, всё очень компактно, рядом с мегаполисом, действительно, в нескольких километрах от центра самого. Людям будет очень удобно потом пользоваться всеми спортивными сооружениями. Ну и, разумеется, это будет мощным развитием Федерального университета Сибирска. Одно из крупных мероприятий Чемпионат мира по ориентированию на лыжах начнётся в Красноярске уже через несколько дней, 5 марта. И, конечно, общеизвестна огромная популярность зимних видов спорта здесь, в Сибири и в Красноярске. Так же, как и громкие спортивные победы уроженцев края и Красноярска тоже хорошо известны. Эти победы действительно неоднократно прославляли Россию. Не сомневаюсь, такая востребованность очень во многом поможет сформировать к универсиаде достойный и волонтёрский корпус. Тем более, что в распоряжении организаторов обширный кадровый ресурс Сибирского федерального университета, который станет ключевой базой предстоящих соревнований. По завершению игр примет в свой состав многие спортивные и социальные объекты университета. Хочу подчеркнуть, что кроме обязательной, расписанной по объектам у универсиады, есть и дополнительная, но не менее важная программа. И жители Красноярска ждут не только современные спортивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома, используемые сначала для спортсменов, а затем и для граждан. Новый аэропорт. Они справедливо надеются, что городская среда, я имею в виду жителей города, что городская среда в целом станет более комфортной и безопасной. И, безусловно, ещё раз хочу подчеркнуть, как мы с вами говорили уже неоднократно в другой обстановке, такие ожидания не могут быть обманутыми, их нельзя обмануть. Не менее важно выполнить и взятые нами обязательства перед мировым спортивным сообществом. Работу по подготовке универсиады мы ведём в самом тесном контакте, сотрудничестве с Международной федерацией студенческого спорта. Олег Васильевич Матыцын, наш соотечественник, он тоже даст свою оценку от того, как идёт работа по подготовке к универсиаде. Подчеркну, что процесс подготовки всемирных студенческих игр находится под самым пристальным вниманием государства и в целом обеспечен солидной федеральной поддержкой. Затраты федерального бюджета ориентировочно – это проектирование, строительство, реконструкция и капоремонт объектов. Спортивные объекты – это 14 с лишним миллиардов рублей. Объекты транспортной инфраструктуры – 3,6 миллиарда рублей. Медицинские объекты – 7 миллиардов рублей. Объекты деревни – 6 миллиардов рублей. На 2014-2016 год предусматривалось 8,9 миллиарда, на 2017-2019 – 22,2 миллиарда рублей. Всего же бюджет универсиады 2019 года составит 40,5 миллиардов рублей. И будет включать не только строительство спортивных объектов, реконструкцию, но и организацию культурной программы, расходу на подготовку, как я уже говорил, волонтёров. Деньги – это большие, и результат их вложения должен быть очевиден для всех. До начала универсиады осталось два года – это небольшой срок, особенно учитывая масштаб и многогранность стоящих перед нами задач. В этой связи нам необходимо понимать, как, в каком объёме и с каким качеством выполняются все намеченные в рамках этого проекта мероприятия. И, что немаловажно, насколько своевременно реализуется этап за этапом этой работы. В настоящее время, и вот сейчас я буду говорить о грустном, в настоящее время есть вопросы к тому, как идёт эта работа. Отставание от двух до четырёх месяцев от графика зафиксировано по 12 из 34 объектов. Это и по спортивным сооружениям, и по медицинским, вот в частности нарушены сроки краевой клинической больницы, двух транспортных объектов по некоторым чисто спортивным сооружениям. Давайте сегодня поговорим подробно о том, почему, чем это вызвано. Хотя, конечно, у меня это всё в документах есть, но я хотел бы услышать ваши оценки. И нужно вот это всё внимательно разобрать, посмотреть, что там у нас происходит, и по тендерам, и по организации работы. Нужно ликвидировать эти отставания, и, главное, не допускать их впредь. Обращаю внимание, что по предварительным прогнозам в зимней универсиаде 2019 года примут участие порядка трёх тысяч спортивных делегатов из 50 стран мира. И мы должны сделать всё, чтобы спортивный праздник студенчества прошёл на самом высоком уровне. И ещё раз показал открытость и гостеприимство России, нашу готовность к созидательному партнёрству со всеми нашими друзьями. И ещё одно, о чём хотел бы сказать, это о чистоте спорта, имея в виду антидопинговые программы. Вот сейчас мы только что с Виталием Георгиевичем тоже говорили на этот счёт. Я хочу поблагодарить за ту работу, которую его комиссия проделывает по работе по этому направлению. Мы знаем с вами и оценки, самые последние оценки чиновников ВАДА и наших коллег из МОКО по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И ещё раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили в России, никогда не было, нет. И, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом. И, конечно, это тоже вполне естественно. Претензии по поводу того, что нам там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были бы быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несём ответственности за это хранение. Но, и вот сейчас я скажу самое главное, а самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам её работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российской не сработала. И это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведёт соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась. И, как вы знаете, мы создаём новую систему борьбы с допингом. Мы передаём эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так как это во многих странах мира сделано, на площадку Московского государственного университета. И не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Мы разместим лабораторию именно на одной из площадок МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет. Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом. Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Георгиевича Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинговых структур в России. Но и само собой разумеется, что в молодёжном студенческом спорте мы должны сделать всё для того, чтобы в этой среде, в молодёжной спортивной среде, ничего подобного никогда не было. Это молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру. И, безусловно, ещё раз хочу подчеркнуть, мы всё будем делать для того, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнёрами, включая ВАДА и Международный олимпийский комитет. – Уважаемые коллеги, смотрите, у нас осталось всего два года. Объектов ещё, которые нужно закончить, достаточно. Инфраструктура ещё лежит доведению до того уровня, который соответствовал бы проведению такого мощного мероприятия большого. Работы очень много. Только так кажется, что стройки запущены, и вроде всё в порядке. Но мы с вами хорошо знаем, что самый главный и самый ответственный период – это период завершения. Даже не середина работы, а завершения. Это всегда, везде, на всех мероприятиях подобного рода и подобного масштаба происходит. Чтобы всё было без сбоев, нужно вовремя принимать решения и вовремя реализовывать намеченные планы. Мы давайте договоримся так, что сегодня мы сделаем хороший протокол, который был ещё одной вехой в реализации всех наших масштабных мероприятий, которые мы наметили. Согласуйте, пожалуйста, Виталий Леонидович, со всеми коллегами, которые принимают участие в этой работе. Так, чтобы это был действительно согласованный документ, согласованный, чтобы потом никто не сказал, что кто-то чего-то не знал или кто-то на что-то не был готов. И представьте мне его на подписание. И я хочу особые слова благодарности ещё адресовать нашим коллегам из «Русской платины» Мусею Суфовичу Бажаеву, из базового элемента «Дерибаски» Олегу Владимировичу и из «Норильского никеля» по Данину Владимировичу за то, что они так активно включились в эту работу. Надеюсь, что также вместе будем дальше продолжать идти к намеченным целям. Очень надеюсь на то, что и краевые власти мобилизуют все свои ресурсы и возможности для того, чтобы задача была решена. Тем более, мы с вами это прекрасно понимаем, что спорт – чрезвычайно важная вещь, но в конечном итоге всё делается для жителей Красноярска, для тех, кто проживает в Красноярском крае, вообще для всей страны, потому что это существенный рост возможностей по развитию спорта вообще. И просто для того, чтобы создать благоприятные условия для жизни людей в этом регионе страны, чрезвычайно важном регионе страны. И это должно быть хорошим толчком для разъедения в социальные сферы, создания благоприятных современных условий жизни. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопросы, связанные с подготовкой универсиады 2019 года, которая состоится здесь, в Красноярске. Для России она станет второй по счёту и первой зимней универсиадой, и, конечно, значимым событием не только для спортивной жизни сибирского региона, но и всей страны. Мы уже знаем, насколько мощным стимулом инфраструктурного, инвестиционного развития территории является проведение спортивных соревнований такого уровня. В нашем активе наследие Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани, которые, безусловно, преобразили эти города. Позволили масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную, социальную городскую инфраструктуру. И, что немаловажно, все вложенные государственные средства, всё, что было сделано, приносят отдачу. Много было сомнений по поводу того, как мы будем использовать, скажем, то, что создали в Сочи, меньше в Казани. Но всё активно работает так, как, может быть, не работает в других мировых центрах по проведению подобных мероприятий. Всё загружено, всё функционирует. И транспорт работает, исправная инфраструктура, вся транспортная связь, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, электроснабжение. Всё функционирует, всё работает на благо людей сегодня, надеюсь, и завтра, и послезавтра. Заслуживает нового облика, новых ресурсов развития, конечно, и Красноярск, самый восточный город-миллионник нашей страны и крупнейший экономический центр Сибири. Право стать большой спортивной ареной он уже доказал успешным проведением крупных соревнований международного уровня. И, откровенно говоря, вот мы сегодня уже, так, то ли доказательств недостаточно, и ещё раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили в России, никогда не было, нет. И, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом. И, конечно, это тоже вполне естественно. Претензии по поводу того, что нам там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем, что это за доказательства, потому что, когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были бы быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несём ответственности за это хранение. Но, и вот сейчас я скажу самое главное, а самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам её работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российской не сработала. И это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведёт соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась. И, как вы знаете, мы создаём этапом этой работы. В настоящее время, и вот сейчас я буду говорить о грустном, в настоящее время есть вопросы к тому, как идёт эта работа. Отставание от двух до четырёх месяцев от графика зафиксировано по 12 из 34 объектов. Это и по спортивным сооружениям, и по медицинским, вот в частности, нарушены сроки краевой и клинической больницы, двух транспортных объектов, по некоторым чисто спортивным сооружениям. Давайте сегодня поговорим подробно о том, почему, чем это вызвано. Хотя, конечно, у меня это всё в документах есть, но я хотел бы услышать ваши оценки. И нужно вот это всё внимательно разобрать, посмотреть, что там у нас происходит и по тендерам, и по организации работы. Нужно ликвидировать эти отставания и, главное, не допускать их впредь. Обращаю внимание, что по предварительным прогнозам в Зимней универсиаде 2019 года примут участие порядка трёх тысяч спортивных делегатов из 50 стран мира. И мы должны сделать всё, чтобы спортивный праздник студенчества прошёл на самом высоком уровне. И ещё раз показал открытость и гостеприимство России, нашу готовность к созидательному партнёрству со всеми нашими друзьями. И ещё одно, о чём хотел бы сказать, это о чистоте спорта, имея в виду антидопинговые программы. Вот сейчас мы только что с Виталием Георгиевичем тоже говорили на этот счёт. Я хочу поблагодарить за ту работу, которую его комиссия проделывает по работе по этому направлению. Мы знаем с вами и оценки, самые последние оценки чиновников ВАДа и наших коллег из МОКа по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, такие ожидания не могут быть обманутыми, их нельзя обмануть. Не менее важно выполнить и взятые нами обязательства перед мировым спортивным сообществом. Работу по подготовке универсиады мы ведём в самом тесном контакте, сотрудничестве с Международной Федерацией студенческого спорта. Олег Васильевич Матыцын, наш соотечественник, он тоже даст свою оценку от того, как идёт работа по подготовке к универсиаде. Подчеркну, что процесс подготовки всемирных студенческих игр находится под самым пристальным вниманием государства и в целом обеспечен солидной федеральной поддержкой. Затраты федерального бюджета ориентировочно – это проектирование, строительство, реконструкция и капоремонт объектов. Спортивные объекты – это 14 с лишним миллиардов рублей. Объекты транспортной инфраструктуры – 3,6 миллиарда рублей. Медицинские объекты – 7 миллиардов рублей. Объекты деревни – 6 миллиардов рублей. На 2014-2016 год предусматривалось 8,9 миллиарда, на 2017-2019 – 22,2 миллиарда рублей. Всего же бюджет универсиады 2019 года составит 40,5 миллиардов рублей. И будет включать не только строительство спортивных объектов, реконструкцию, но и организацию культурной программы, расходом на подготовку, как я уже говорил, волонтёров. Деньги – это большие, и результат их вложения должен быть очевиден для всех. До начала универсиады осталось два года – это небольшой срок, особенно учитывая масштаб и многогранность стоящих перед нами задач. В этой связи нам необходимо понимать, как, в каком объёме и с каким качеством выполняются все намеченные в рамках этого проекта мероприятия. И, что немаловажно, насколько своевременно реализуются и ТАБЗИК. Бегло ещё раз посмотрели на то, что и где должно быть построено. Мне очень понравилось размещение объектов. Всё, что называется, практически в так называемой шаговой доступности. Всё очень компактно, рядом с мегаполисом, действительно, в нескольких километрах от центра самого. Людям будет очень удобно потом пользоваться всеми спортивными сооружениями. Ну и, разумеется, это будет мощным развитием Федерального университета Сибирского. Одно из крупных мероприятий Чемпионата мира по ориентированию на лыжах начнётся в Красноярске уже через несколько дней, 5 марта. И, конечно, общеизвестна огромная популярность зимних видов спорта здесь, в Сибири и в Красноярске. Так же, как и громкие спортивные победы уроженцев края и Красноярска тоже хорошо известны, эти победы действительно неоднократно прославляли Россию. Не сомневаюсь, такая востребованность очень во многом поможет сформировать к универсиаде достойный и волонтёрский корпус. Тем более, что в распоряжении организаторов обширный кадровый ресурс Сибирского федерального университета, который станет ключевой базой предстоящих соревнований. По завершению игр примет в свой состав многие спортивные и социальные объекты университета. Хочу подчеркнуть, что кроме обязательной, расписанной по объектам у универсиада, есть и дополнительная, но не менее важная программа. И жители Красноярска ждут не только современные спортивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома, используемые сначала для спортсменов, а затем и для граждан. Новый аэропорт. Они справедливо надеются, что городская среда, я имею в виду жителей города, что городская среда в целом станет более комфортной и безопасной. И, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, как мы с вами говорили уже неоднократно в другой обстановке,